друзья приветствую вторая часть посылки от романа из москвы в этой посылке будет сравнение двух масел лукойл genesis armartec 540 и лукойл люкс 540 интересное сравнение разные как бы по цене линейки масел но интересно как поведут себя в одном моторе значит данные масла так сейчас я распакую первой части вчера было было видео про вот genesis armartec дизель из туарега вот первое второе так сейчас будет вот вот описание значит это armartec 540 из опеля первое масло вернее второе и вот проба номер один это лукойл люкс тоже 540 полнозольные масла да здесь описание но это дизель armartec а здесь вот видите обычный armartec так сейчас распакую кто еще никто не видел так вот баночки маленькие в маленьких баночках будет так большие это из туарега так еще немножко к сожалению люкса свежего не было не осталось у романа поэтому я сравнивал его образец с эталоном вот три левые баночки это масло данные значит первым делом я сравню люкс отработку люкса со своим эталоном свежие возьму тоже у меня есть осталось люкс свежий для сравнения вязкости ну давайте посмотрим так заклада а сейчас прибор решил что ему пора проверить чистоту окон измерить фон что и делает так и вот закладываю образец небольшое рассогласование по времени и смотрите что намерил прибор это astro age двенадцатого года 18 смотрите мотор z18 her 140 сил 43 объем масла 193 тысячи двести километров так 60 процентов по противоизносным присадкам не трава не высокая 41 и 4 очень высокая сажи три сотых процента значит 338 у нас кислотные и 45 щелочное масло практически сработалось ну конечно криминал здесь нейтрование 705 ппм воды по нейтрованию самый криминал ну кислотное щелочное сравнивается подрабатывается значит масло но пока еще есть минимальный там какой-то запасик до полной сработки сейчас я покажу вам сравнение ну тут условное сравнение потому что свежие это мое какие-то остатки ранее присылаем им вот и отработка от романа так сейчас посмотрим да здесь достаточно сильное разжижение посмотрите серьезно 61 процент от максимального это такой высокий уровень но в принципе и пробег здесь серьезные 368 километров моточасов и 9200 километров так далее перехожу к проверке армар т.к. здесь уже есть свежие сейчас я сравнил тоже со своим эталоном значит эталон у меня был создан из образца то ли 18 то ли 19 года да здесь вот ошибка видите я вписываю данные по пробегу хотя здесь надо было написать новые опять прибор чё там чего-то он захотел опять проверить все так и все сейчас я закладываю масло и он уже проверяет давайте посмотрим что намеряет по свежему 111 по противоизносным даже побольше здесь что интересное кислотное 193 в эталоне 2 то есть разница 7 сотых и значит щелочное 10 и 9 в эталоне 11 ну да очень похоже все все рядом единственное что вот противоизносных но это может быть естественно партия несколько отличается может быть это вот измененная какая-то рецептура чуть-чуть там я не знаю скорее всего партия и погрешность небольшая прибора там так значит все сохраняю очень похоже это на оригинальный армортек вот ну и можно приступать проверки отработки давайте посмотрим значит здесь пробег автомобиль тот же самый единственная пробег значит 5200 273 моточаса эксплуатировалась с декабря по апрель так все закладываю образец и давайте посмотрим что намерит прибор так смотрите срабатывание противоизносных присадок еще быстрее происходит 45 процентов та же самая картина по нитрованию чуть меньше сажи там было три сотых здесь две но понятно что и пробег на масле меньше кислотная 308 а щелочное 5,5 то есть здесь еще запас некоторые есть гликоли нет на здесь еще запас по маслу есть но не такой тоже я бы не сказал бы что очень большой так здесь у нас ну да очень похоже здесь по моему кислотность по чуть-чуть активнее мне кажется нарастает сейчас покажу сравнение по вязкости там было если помните но 61 процент давайте посмотрим что здесь но здесь ну не в два раза но почти в два раза больше значит вернее меньше пробег так смотрите дорожение никуда не делась она присутствует но поменьше но до примерно 30 процента до в половину от того хотя папа пробегу чуть меньше но как то так там сильнее разжижилась но это может быть именно значит какие-то нюансы перед забором да не забывайте отметить видео подписаться на канал нажимайте колокольчик так поможете и и продвижению и каналу так ну и традиционно давайте сравним по ресурсу смотрите здесь люкс даже получше выступил по моющим нейтрализующим свойствам 418 я насчитал мод часов армар тек 373 но здесь зимняя эксплуатация может быть больше прогревов больше топлива или как то так я не знаю ну израсходовано значит больше окисления по самая главная проблема здесь это не трава 306 мод часов на люксе и 367 на армар теки и такая же картина с вязкостью без вязкость тоже просел одну больше видимо попала сюда там топлива значит что можно сказать в принципе масс масла сопоставимые но в данном случае даже люкс по поинтереснее чуть получше отработал вот и подешевле он стоит поэтому даже не знаю с имеет ли большой смысл переплачивать за армар тек хотя там по идее пакет должен быть посовременнее но тем не менее видите да что отработала по нитрованию роману что можно сказать по нитрованию нитрование причины возможные воздушный фильтр грязный мотору тяжело дышать катализатор если воздушный фильтр это тяжело выдыхать вдыхать то катализатор тяжело выдыхать картерные газы но здесь без доливок поэтому просто имеет смысл проверить клапан вентиляции картерных газов может помыть его ну или или заменить если он есть не знаю как устроен этот мотор z18 хер так что еще там может быть ну богатая смесь но вряд ли богатая смесь но скорее всего это клапан вентиляции или воздушный фильтр вот вот такой получился тест благодарю романа за предоставленные образцы все кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока